1723 августа 2015 года. Игорь, у вас долгий разговор? Нет. Он тебе нужен? Я пришел за медом. Откуда приехали? Сурывки. Сурывки. От какого района относится? Леменцевский район. У вас, что там, пчеловодство хорошо развито? Да, развито. Вы же жили когда-то здесь? Где ваш дом был? Мой дом вот был. Вот, красивый. Вот движение, да? Вот только сюда немножечко. Вашу маму-то как было, знаете, или чуть? С Сустобитой Аксинью Михайловну. Она работала с моей мамой на пасеке. Пчеловодом, да. Она была пасечник у вас? Да, да. Это у вас, наверное, пчеловодство с детства? С детства. С пяти лет на пасеке. С пяти лет на пасеке. Вы помните, меня качали, на качели качали. Да. Между берез была веревка натянута, и вы качали у нас. Я был маленький. Я спрошу в о чем дело. Мне позвонили и сказали, хотят купить меду на лекарства. Один человек, восемьдесят лет, он болящий. И поэтому я должен спросить при всех. У вас мед бывает иногда, чтобы продать, пчелам сироп, сахар дают, они перерабатывают. У вас от цветов чистый? Чистый. Я никогда сахар даже на сироп не пользуюсь. Ну вот, я поэтому должен спросить, чтобы человек это увидел. У меня хватает, остается меда, и поэтому я пчел весной кормлю медом, если подкормлю. Понятно. Так, и второй вопрос еще к этому. У меня мать пчеловод, она говорила, сахар это что для пчел, что для коров солома. Понятно. Так, сколько во фляге у вас? В смысле килограмм? Ну да, вы же продаете... Трехлитровая банка сколько стоит? Тысяча. Тысяча. Сколько трехлитровых банок во фляге? Во фляге двенадцать банок. Двенадцать, скидывай мне. Флягу? Флягу. А потом нальешь вот эти? Нет у меня. Как нету? Ну я две фляги привез, вот одну Нине Васильевне, одну сейчас вот в Ребриху повезу. Ну если надо, я привезу завтра. Ну завтра ты привезешь, две фляги тогда. Наказание раз одной нет. Хорошее наказание. Хорошее. Я три могу привезти, даже пять могу привезти. Только деньги. Деньги сразу отдай. Значит две фляги это получается сколько? Ну сколько получается, двадцать четыре тысячи? Двадцать четыре. Держи. Пять. Десять. Пять. Пятнадцать. Двадцать. Пять. Одна литра? Ну двадцать четыре, а двадцать пять. Понятно. Одну литру сейчас нальете мне. Понятно. И к этому добавлю еще. Сколько у нас банок? Посмотрите. Игнатий Тихонович, ты не рисуешь эти деньги? А? Деньги не рисуешь? Нет. Я что-то удивился. Такими кипятами. Да почему я ничего. Двадцать пять тысяч. Двадцать пять. Даю теперь счет сверху. Сколько будет? Тридцать. Тридцать. Значит шесть банок нальешь сейчас плюс тому. И две фляги завтра привезут. Я рассчитался. Да смотри. Голубушка. А может вечером, да. Все. Вы видите, что я рассчитался. Спасибо. А может вечером сегодня привезу я сюда. Ну вечером, пожалуйста, мы здесь оставим. Вот уже одна есть, принимайте. Давайте. Уже одну налили. Давайте шесть банок. Вот наши две банки. Нина. А? Вот еще наши две. Ну они мокрые у вас. Оставь я все свои пять банок. Мокрые оставь мне их. Вроде старые, все видишь. Ну давай те. Ну давай, давай. А что про что? У нас хорошие люди просят. А, ну все молчим. Несно наложено. Просто. Мы брали это там. Некогда накладывать. Я брал в ребриху. А вы поедете дальше. Ну мы дальше поедем. Поедем сейчас поеду. Так. Банка. Замень. Ставьте сюда. Замен вам банка. Отодвинь. Сразу отодвинь. Это. Так это Нина дала? Да оттуда. Так. Подождите. Вы меня запутаете. Вот это снова банка. Ты отдал две банки своих. А? Ты своих отдал две банки. Все. Тебе еще три принести и все. Значит теперь надо что мне? Тебе используешь? Три еще дашь. Три. А вам одну да? Банку. Да ты не путай нас. Не путай. Не путай. Ты три принесешь мне и все. Ты не путай нас. Ну хорошо. Почему три? Он мне сейчас дается шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Четыре. Четыре банки. Еще банку ладно. Еще одну накладку. Еще одну банку. И я принесу тебе четыре банки пустые. Четыре. Четыре. Да. Да, да. Сейчас мы разберемся тогда. Разберитесь. Давай сюда. Я приготовила. Мы принесли две пустых всего. Пожалуйста. Как раз Никита идет. Пригодитесь так хорошо. Ой, а Игорь это что? Ушел уже. Так, Сережа. Мне ему отдать. А, Игорь. Тебе деньги. Ты хотел кому-то покупать себе мед на заказы. Он приведет сегодня флягу уже. Ну уже не надо. Не надо уже? Ну все. Значит только одну флягу здесь есть. Почему? Две. Две фляги. Две фляги. Две фляги. Я вам рассчитался за две фляги. Мама рассчитался. Да. Я привезу хоть три, хоть четыре. Вот такие нужны продавцы. Добросовестные. Без обманные. И мы знаем друг друга с детства. Вот именно. Какие обманы могут быть? Тут без обманов хоть бы это продать. Вот. Думал ли кто будет? Вон еще один из банков. Да поскорее ускорь шахта. Да можешь бежать? Бегом беги. А то не допустим. Никита беги бегом. Да ничего. Ничего страшного. Да у него шаг такой, что из объекта. Игорь. Посчитай. Так. Банки такие не продаются. Не нужны. Потому что это уже деньги. Две причины почему не принимаю. Бери с собой. Банку неси. Что? Что случилось? Вот банка я тебе дарю. Заранее авансом за то, что ты будешь учиться хорошо. Хорошо работаешь в тоннеле. Понял, нет? Понял. Это подарок тебе. Все на этом. Здрасьте. Ну что пчеловоды, подходите. Так. Володя. Даже говорят, Чири не садится. Никуда. Так, я не понял. Вы бы вот пчеловоды приехали на практику. Подожди. Подожди. Я не понял. А они наливают еще одну. С удовольствием бы поехал. Все. Еще одну банку наложим. А потом наливайте еще. Галя сейчас помогает. Так. Потом прибежите вот за этими вот еще. Пять. Да. Вот так. Да. Только меня не фотографируют, ладно? А? Сейчас еще одну налью ты. Надо практику. Так, Сережа. Приезжайте. Это. Слушай. Ну, ехали. Ну, не поймайте. Рой. Не, не, не. Зачем ты чего? Он уже выпадет. Вот это надо занести на... И поднять дом. Посмотришь, как мужик. Помогите донести нам на крыльцо. К нам, сюда. На скорейщик. Вот эти три еще сейчас будет. Конечно, все бы залезли. А половицу поднять нельзя. Ей помочь не надо? Нет. Ты в лагерь пойдешь? А мы унесем сейчас мёд. Так что я пошел, конечно. Так, Володя, приготовишь четыре банки. Трех и трех. Если бы половицу поднять. Найди, тут Нина помоет и все. Нина, ты банки наши помоешь, Ладим? Хорошо, хорошо. Так, а пока не лезет туда. Да, да, да. Ну, все. Все, на этом уходим. Посмотри, где наши собачки у него. Да, я уже видел. Ворота вот такие исчезли. Вдруг потерялись ворота. А вот только вчера у Игоря радиатор утащили. Вчера только. Что это? Толярку. По ночам тут шастает батюшкины. Овечки только голову в кустах находят. Вот и две стилили тортолярки у него слили. Вот это что за народ такой? Ну, народ такой, который воспитали без Бога. Они не хуже других, не хуже наших правителей. Нет. Ну, вот я честно скажу. Мы без бабушки, без дедушки жили. Я, ну, вот понимаешь, Игнатий Тихонович, мне вот иногда хочется перекреститься. Но меня я оттого стесняюсь, что я неправильно это сделаю. Смешно это сделать. Ну, ты не измойся. Давай, как ты б деда думаешь? Вот так вот, держи. Вот и все. Перекрестись сейчас прям. Фуражку сними. Этот палец прижми. Вот так. Так крестился князь Владимир. Давай, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Справа. Сыне Божий, помилуй меня грешным. Рабатывай. Считай Евангелие. Вот. Все так. Так молились твои предки. Так молился Сергий Радонежский. И вот я не приучен. Родители были молодые. Ну, да. Ну, и вот. Ну, вот. Это ничего не значит. Ну, это же не говорит о том, что я вор или какой-то хапуга. Нет, не вор. Ты должен Христа принять сердцем. Жить во Христе. Вы говорите, что без Бога воспитаны. Я имею ввиду вот. Ты видел, куда Пчелы тут залетели? Да вот смотрю. Вот. Под пол. Нельзя половицу тут поднять. Что там поднимать, когда покрыты фанеры и прочее? Оторви там еще нет. А под пола-то нету там. Одни лаги все. Я думал половицу. Нет. Просто оторвать и разрушить неизвестное дело. Тогда все надо поднимать. Нет. Думал доски обыкновенные. Нет. Там покрыто какое-то дерево плитой. Нужно поднимать. Сережа, ты где взял это? Это наша, правда? Наша. Наша. Поднимай. Носи. Туда унеси в лагерь. Покажи, как она берет. Вот отсюда. Посними. Вот отсюда хорошо видать. Техника накладывания. Дверь открыть. А? Слушай, так о чем мы так-то не налили? Ну, теперь уже начинаю наливать так. Он мимо льется. Я взял две фляги и шесть. Ни одной капельки мимо нету. Видишь, уже опыт какой. Ну, он, видите, мы когда позавчера его качали, он уже немножко постоял. Геннадий, вот туда. В домику тому. Ну, я постараюсь. Либо сегодня вечером. Либо завтра вечером. Надо подумать, где наши фляги перелись, чтобы. Или как. Или фляга на флягу. Нет. Флягу вернуть эту. Да. Флягу вернет. Флягу вернет. Игнатий, а можешь в банки налить? Ну, налей. Так опять банки мне надо собирать. Налей. Ну, банки проще, потому что мне фляги понадобятся. Ну, ладно, ладно, ладно. С банками легче. Нина, сколько ты ему можешь банок дать заранее? У меня трехлитрового больше нету. Подождите, подождите. А может вам ведерочки налить? Капроновые трехлитровые. А они удобнее, лучше? Да, да, да. Тридцать рублей в ведерки. Я тридцать рублей. Амалированные ведерки налей? Нет. У меня, я купил в Барнауле, вот, трехлитровые ведерки. Такие, хорошо закрываются. Трех... Трехлитровые? Трехлитровые. Как трехлитровый банк? Ведерки трехлитровые. Я должен вернуть это вам? Да почему? Так, почему? Ну, потом когда освободится только? Ну, освободится, освободится. Ну, смотри, как лучше. Понимаете? В них перевозить лучше. Не расколешь, не разобьешь. Ничего. Да и брать лучше. Да, и брать лучше. Да, и брать лучше. Тогда на флягах я не заботюсь. Да, все, все. Так, это... Это сколько будет там? Ну, двадцать четыре ведерки. Двадцать четыре банки? Да, двадцать четыре банки или двадцать четыре ведерки. Все? Они трехлитровые. Все, вы договорились. Ты помнишь. Я забыл. Мне вот взять 60 штук. Привез специально. Ну, я притащил железяку. Там гляните. Теперь нужно скорее думать... Я устанавливать не буду. Думаете вы. Мы установим упоры. Упоры сделать. Упоры. Там приварить же надо будет. Приварить. А не привязать? Не знаю. Ну, привязать я, по-моему, это слишком ненадежно. Представь себе. Такой объем рухнет. Мы постараемся все сделать. Там уголки как раз есть. Вы упрете и привяжете, чтобы не убежало. Ну, может быть. Не надо варить. Сварка трудно разве? Варить я не смогу. Мне нечем варить. Варить от дома, а надо варить там на месте. Значит, вы тебе даже сколько? Если варить. Четыре банки. Четыре трехлитровых надо найти. Есть. Он не тянет ее. И все. Так, ну и все, уходим. Ай, сварка какая. Двести. Уходим. А он ушел. У него своя. Сережа, помоги донести. Ну иди слушай, давай. Слушай. А как, Николай?